Грандиозный финансовый скандал может разгореться в Нью-Йорке. Американские власти, судя по всему, не готовы расстаться с чужими деньгами. Окружной судья нарушил один из основных принципов правосудия – презумпцию невиновности. Речь идет о деньгах Ирана, которыми, видимо, хотят заплатить компенсацию родственникам погибших в башних близнецах в 2001 году людей. И это при том, что почти все террористы были из Саудовской Аравии и ни одного из Ирана. Многие финансовые аналитики уверены, хранить деньги в Америке опасно. В любой момент их могут изъять под каким-то предлогом. Репортаж Анатолия Лазарева. Бен Ладен, Аль-Каида, Талибан, Исламская Республика Иран, Иранские Министерства Обороны и Финансов, Национальная Газовая и Нефтяная Компания. Списк ответчиков по иску, поданному в 2011 году, весьма широк. И, видимо, соответствует масштабу дел, входящих в компетенцию обычного суда Южного округа Нью-Йорка. Судья Джордж Дэниелс после пяти лет изучения неизвестно каких документов, материалы засекречены, постановил. Компенсацию пострадавшим и родственникам погибших в терактах 11 сентября должен выплатить Иран. Хотя среди тех террористов не было ни одного гражданина Ирана. Почти все из Саудовской Аравии. В том числе и признанный организатор Мусама Бен Ладен, лидер созданной при поддержке американских спецслужб для войны против СССР в Афганистане, Аль-Каида. Суд принял решение, основываясь на показаниях трех анонимных свидетелей, которые в деле обозначены лишь буквами XYZ. Они якобы перебежки из Ирана и больше о них ничего не сообщается. Все трое, при этом в зале суда от их имени говорили адвокаты, так как сами они не присутствовали, заявили, что Иран вступил в Союз с Аль-Каидой еще в начале 90-х. Этих утверждений хватило судье, чтобы обязать Тегеран выплатить в общей сложности 10,5 миллиардов долларов. По мнению Дэнилса, Иран должен отвечать за преступления, совершенные иностранными гражданами на иностранной же территории. В итоговом документе прямо написано, Иран признан виновным, потому что не предоставил доказательства своей невиновности. Избирательность и экстерриториальность американского правосудия в действию. Ни судебные решения, ни власти Соединенных Штатов, никаких принудительных мер применить не могут, поскольку в противном случае это будет рассматриваться уже как нарушение прав Ирана. Единственное, кто мог бы теоретически в данной ситуации высказаться о правомерности или неправомерности действия Ирана в той ситуации, о которой говорит американский судья, так это только Совет Безопасности. Беспрецедентное судебное решение принято именно сейчас, когда идет процесс разблокировки иранских активов в США и Европе. Причем по мере разморозки они буквально тают. Нам сначала говорили, что мы вернем иранцам от 100 до 150 миллиардов долларов. Потом администрация пересчитала и сказала, ну мы думаем, они получат около 50. Недавно официальные лица Ирана заявили, что речь идет о сумме более 100 миллиардов. Так все-таки сколько? Меньше 50. По мнению экспертов, как раз легким доступом к деньгам Ирана и можно объяснить решение суда Нью-Йорка. Замороженные активы Ирана ведь все еще в США, а значит американские власти уже их контролируют. Попробуйте получить компенсацию от иностранного государства. Сверхсложная, почти невыполнимая задача. А в случае с Ираном ничего просить не надо, деньги уже здесь. Постановление окружного суда Нью-Йорка не имеет никакого значения на международном уровне, но могут вызвать серьезные международные последствия. Иран бы имел право сказать, друзья, вы нарушили наши соглашения. Вы отказываетесь возвращать наши активы. Соответственно, это влияет и на наши обязательства по ядерной программе. Это очень опасная игра с фундаментально важными вопросами не только в американо-иранских отношениях, но и в деле ядерного нераспространения и стабильности всего ближнего восточного региона и Персидского залива. При этом всего полгода назад этот же судье отклонил аналогичный иск к Саудовской Аравии. Джордж Дэниелс тогда объяснил, что Саудовская Аравия – суверенное государство, обладает иммунитетом, а значит, по американским законам заставить платить компенсацию невозможно. Вероятно, Дэниелс учел союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Первый канал, США.